Ну вообще, если взять фигуру Владимира Путина и фигуру Александра Лукашенко, как они воспринимаются? Потому что часто мы видим такие абсолютно гротескные формы, либо супермен, который контролирует практически все, либо абсолютно зло. То есть мы видим много возведенного в абсолют. Вы как политолог, рассматривая этот европейский взгляд, каким видится Россия и Беларусь в этом контексте? О, это, конечно, совсем не такое, как бы не черно-белое видение. Почему? Потому что, ну, во-первых, надо сказать, что отдельные страны Европы, да и Евросоюз в целом, они всегда, вот весь этот постсоветский период были заинтересованы, несомненно, в сотрудничестве с Россией. Ну, в отличие, может быть, от Соединенных Штатов, которые дальше находятся, и у них как бы другое отношение ко многому в Центральной и Восточной Европе. Но здесь-то можно точно сказать, что и Франция, и Германия всегда стремились выступать такими, ну, так сказать, посредниками и помощниками для Кремля в каких-то спорных и трудных вопросах. Я уже не говорю о том, что страны Юга Европы вообще всегда были настроены, как Греция, Италия, на сотрудничество с Москвой. В этом смысле слова Путин здесь и Лукашенко воспринимались в разные периоды по-разному, очень отчетливо. Скажем, Лукашенко, у него был прекрасный период после 16-го года, санкции уже отменили, у него началось развитие там среднего класса, IT-кластеров этих замечательных, молодое поколение, ориентированное, значит, на такой модернизационный рывок Беларуси. В этом смысле слова ясно, что у него менялась репутация. Затем вот он совершил чудовищные ошибки, ужасно проиграл свои выборы, довел ситуацию до политического кризиса и рухнул опять в эту диктатуру, из которой едва выбрался. Но при этом надо сказать, что Евросоюз в момент, когда он был готов пойти на какое-то сотрудничество, Лукашенко, открыл ему дверь и отменил санкции практически. Что касается Путина, то нет сомнения, что страны континентальной Европы, во всяком случае, конечно, многие из них до сих пор мечтают, чтобы Кремль каким-то образом пошел, например, хотя бы на урегулирование в Донбассе со своей стороны, и на этом можно было бы начать, на этом пункте можно было бы начать новый большой диалог. Но этого, видимо, не произойдет, потому что мы не видим того, чтобы Владимир Путин, Кремль хотели бы как-то, значит, этого урегулирования, совершенно напротив. Прекрасный шанс был у Кремля в момент начала каденции президента Зеленского. Президент Зеленский, как все знают, пришел с мандатом мира, так называемым, и его администрация первые полтора года отчетливо давала понять Кремлю и Европе, что она готова пройти какую-то часть пути со своей стороны, если Кремль тоже соберется делать какие-то дружелюбные встречные шаги. Но Кремль ничего делать не стал, и, собственно говоря, вот теперь уже полгода примерно, как Киев перешел к другой стратегии, и теперь уже говорить о том, что будет какое-то сотрудничество в ближайшее время, я бы сказал, что это невозможно. И Путин, с одной стороны, будет наращивать себе, конечно, репутацию не только как бы не совсем злодея, а скорее, мы видим, это будет репутация такого стареющего диктатора, истребляющего собственное гражданское общество, с одной стороны, а с другой стороны, пытающегося продолжать как-то уже в воображаемом мире, пытаться двигаться к какому-то соглашению, возможно, новому, к какому-то вот... Но, знаете, у кремлевцев очень много идей о том, что скоро мир впадет в какой-то окончательный кризис, и после кризиса будут новые договоренности, и там будет новое место для России. Это некоторая такая фантазия геополитическая, но многие в ней живут в ожидании этого. И вот в этом ожидании Кремль проживет некоторое время, так мне кажется. Ну, а что касается ситуации на границах России и Украины, то есть какова вероятность, на ваш взгляд, хотя, конечно, прогноз дела неблагодарный, мы это понимаем, но, тем не менее, что эта история закончится немирно, так я сформулирую. Ну, мне кажется, что поскольку президент Зеленский как бы не будет отдавать никакого приказа, как верховный главнокомандующий, военными средствами захватить ныне оккупированные или неподконтрольные Киеву территории, он этого делать не будет, на мой взгляд, потому что это очень большая ответственность и очень рискованный шаг. А если он этого делать не будет, то Кремль со своей стороны не будет предпринимать встречные военные операции. Мне кажется, все аналитики сходятся в том, что ситуация радикально отлична от 2014 года. На территории Луганской, Донецкой или, может быть, соседних Одесской, Николаевской, Херсонской областей, в отличие от 2014 года нет никакого пророссийского движения, которое могло бы поддержать военное вторжение Кремля. Ситуация изменилась. В этом, в смысле, у Путина нет какой-то перспективы военными средствами что-то изменить. Поэтому, на мой взгляд, вероятность военного решения невелика. Но надо понимать вот, что самое важное. Дело в том, что эскалация как таковая, ведь война это лишь один из многих сценариев развития эскалации. Не обязательно, чтобы была война. У эскалации есть своя логика. Она может дальше продолжаться. Она может, знаете, ведь бывает ситуация, когда война не объявлена, нет войны, а ракетные обстрелы происходят каждый день на линии соприкосновения. Жертвы не так велики, но это непрерывно и долгое время. Есть такие страны, где это происходит. В этом смысле слова, здесь, скорее, даже опасен не сам короткий военный конфликт, который может произойти. Потому что он быстро решит ситуацию в ту или другую сторону. Скорее, нас всех больше беспокоит, всех, кто живет в Центральной Восточной Европе, что здесь, на этой линии, будет такая, знаете, длинная эскалация. То есть, высокая температура, как больной с высокой температурой, которую невозможно подавить никакими препаратами, так сказать. Человек все время в горячке. Вот эта линия будет находиться в такой горячке. Сегодня двинули войска, отвели их, завтра опять придвинули. Запустили дроны, например. Атака дронов – это не начало войны, понимаете? Это просто конкретный налет или ракетный обстрел одноразовый. Он всегда ответный. И вот эти ответные удары, они представляют собой большую проблему, равно как и пленные, раненые гражданские жители или погибшие. Вот эта перспектива эскалации, конечно, очень всех беспокоит. Что касается Алексея Навального, потому что объявлена акция в его поддержку. Эта акция объявлена на как раз тот день, когда Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Вот что думаете об этом? Насколько она может быть эффективной? И нужны ли подобные акции? Потому что, как мы понимаем, акция не согласована. И, в общем, мы знаем, что обычно происходит в России с несогласованными акциями. То есть, могут быть жесткие подавления. Что скажете? Да, так и есть. Это, конечно, драматическая история. И все-таки Навальный сделал такой как бы экзистенциальный шаг, вернувшись в Россию. Наверное, мы знаем, что многие его отговаривали возвращаться. Он принял этот шаг один на один перед самим собой, перед своей совестью, своей личной историей. И этот шаг, конечно, гораздо масштабнее, чем какой-то политический расчет, потому что он пошел на гибель. И он, конечно, ставит этим шагом перед российским обществом, перед частью, во всяком случае, российского общества, какую-то очень тяжелую, серьезную дилемму, выбор какой-то тоже сделать каждому человеку. И идти на риск, получается, нужно вместе, как бы, вместе с Навальным, возможно. И очевидно, что теперь это не может быть массовым движением, никто этого не ждет, потому что все-таки хорошо понимают и наблюдатели, и сейчас видно по сетям, все это видят внутри страны, что общество раздавлено. Оно окончательно раздавлено, то есть его силы для какого-то сопротивления в результате вот такой пятилетней политики, точечных ударов по гражданским организациям, обыски, изменения законодательства привели к тому, что поднять голову невозможно. Но при этом надо сказать, что акция в поддержку Навального необходима, и она будет уже известна, она будет международной, потому что мы видим уже, что большая группа деятелей культуры европейских и всемирных, да, известных нобелевских лауреатов, деятелей кино подписали обращение в отношении Навального. Сегодня утром я видел письмо в адрес Попы Римского Франциска со стороны тоже большой группы деятелей культуры, и хотя вот, так сказать, люди пытаются делать то, что можно для того, чтобы хотя бы обеспечить медицинскую помощь Навальному, и всем понятно, что он отравлен и болен, он не восстановился. Ну, поэтому акция будет 21-го, но будут ли, так сказать, репрессии? Да, будут, мы видим хорошо, что Кремль уже готов принять, вот Генпрокуратура заявила подалакова заявку о признании экстремистской организации, а если экстремистская организация ФБК, то, как все понимают, это совсем другие сроки, другие наказания, это не административные аресты, это окончательная форма такого запугивания. Ну, мы в Праге выйдем, во всяком случае, 21-го, мы сегодня приняли решение, что мы проведем со своей стороны здесь марш солидарности, и я думаю, что я знаю, просто поскольку я нахожусь внутри таких, как бы, европейских сообществ солидарности, то я вижу, что и во многих городах Европы они пройдут. Поможет ли это Алексею Навальному, ну, мы не знаем, конечно. Ну что ж, мы благодарим вас, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Александр Морозов, политолог из Чехии, был с нами на прямой связи. Спасибо. Спасибо вам, всего доброго, до встречи.